Всем привет! Сегодня 8 июля, сегодня понедельник. Недавно я вернулась из города Эдинбург. Я первый раз ездила в Шотландию. И сегодня я хочу вам рассказать о моей поездке. Это видео будет немного необычным, потому что я хочу сначала дать вам вопросы. Вы будете слушать мой рассказ и отвечать на вопросы. В конце видео я вам дам ответы на эти вопросы. Итак, тема сегодня я ездила в Эдинбург на неделю. Я провела в Шотландии одну неделю. Я приехала во вторник 25 июня и уехала тоже во вторник 2 июня. Я ездила в Эдинбург на поезде. Это не очень далеко от Лондона. 4 часа 20 минут. Я ездила в Эдинбург на конференцию, которая проходила в университете города Эдинбург. Я жила у нашей родственницы, которую зовут Франсис. Она давно приглашала меня в гости. У меня не было времени. И, наконец, так получилось, что конференция проходила как раз в городе Эдинбург. Поэтому я поехала на конференцию, а также в гости к нашей родственнице, в гости к Франсис. Я приехала во вторник и потом три дня я была на конференции. В среду, в четверг и в пятницу. Я читала доклад в пятницу. Мой доклад был об итальянской писательнице и журналистке конца 19 века, начала 20 века, которую зовут Матильда Серао. Я рассказывала о переводах ее книг на русский язык. Каждый день после конференции все вместе мы ходили в разные рестораны на ужин. На ужине мы продолжали говорить о литературе, об Италии, о писателях, о книгах, о политике, об Англии, о планах на будущее и о Шотландии и об Эдинбурге. Все обсуждали, куда они ходили в Эдинбурге, что они видели и что стоит посмотреть. После конференции у меня еще было три дня. Я ходила по городу и осматривала достопримечательности. И сейчас я вам расскажу, что я видела в городе Эдинбург. Много достопримечательностей города Эдинбурга находится на так называемой Королевской миле. Королевская миле – это несколько улиц города Эдинбурга старинных, некоторые из них узкие и красивые улицы, общая длина которых 1800 метров. Это примерно равно Шотландской миле, поэтому район называется Королевская миле. Именно там находится собор Святого Егидия, о котором я вам расскажу, и Эдинбургский замок. Королевская миле – это самое оживленное место города Эдинбурга. Здесь жизнь бурлила всегда. И раньше, в 12 веке, когда здесь была торговая площадь, здесь был рынок. И сейчас именно здесь много туристов, много достопримечательностей и много магазинов с сувенирами. Эдинбургский замок находится в самом начале Королевской миле. Он находится на холме и кажется, как будто он парит в воздухе, особенно ночью, когда там горят огни и не видно самого холма. Эдинбургский замок построили в 11-12 веках, и это была резиденция монархов. Позднее в замке сделали тюрьму в 15 веке. На Королевской миле еще находится собор Святого Эгидия. Собор Святого Эгидия является главным храмом Пресвитерианской церкви Шотландии. Собор назвали в честь покровителя покалеченных и прокаженных Святого Эгидия или Сент-Джайлз. Собор начали строить в 14 веке. Мне повезло, потому что когда я была в соборе Святого Эгидия, там играли классическую музыку разных композиторов, и было очень здорово. Я сидела и слушала музыку полчаса или даже больше. В первый день конференции мы все вместе пошли в здание парламента. Там выступала одна писательница. Она говорила о переводе. Писательница Джумпа Лахири. Я купила ее книгу, и она даже мне подписала книгу. Сейчас я вам покажу. Вот она мне подписала книгу. Парламент – это новое здание в городе Единбурге, потому что парламент перестал существовать в 18 веке. И только в 1997 году было решено снова созвать парламент, и построили новое здание. Здание современное и сильно отличается по архитектуре от других зданий в городе Единбурга, потому что в Единбурге все здания старинные, и кажется, что ты находишься в сказке или в кино. А это здание модное. Но мне тоже там понравилось. Еще я сходила в две галереи города Единбурга. Национальная галерея – это художественная галерея, где картины и скульптуры разных авторов, начиная с эпохи Возрождения и кончая XX веком. В этой галерее два этажа. На первом этаже есть картины Боттичелли, Рафаэля, а на втором этаже есть зал импрессионистов с картинами Ван Гога, Моне и Гогена. Также в Национальной галерее Шотландии есть много картин шотландских художников. Я раньше их не видела, и поэтому мне было очень интересно узнать что-то новое о Шотландии. Еще одно красивое здание – это здание Национальной портретной галереи. Здание построили в неоготическом стиле. В этой галерее можно узнать об истории Шотландии, узнать об известных исторических личностях Шотландии, о королях, писателях и не только. Мне очень понравилась статуя Роберта Бёрнса, который стоит и держит в руках свиток, бумагу, а под ногой у него лежит его шляпа и чертополох. Чертополох – это символ Шотландии. Рядом со статуей Роберту Бёрнсу есть небольшой бюст Вальтеру Скотту. Но в Эдинбурге есть монумент, посвященный специально Вальтеру Скотту. Это монумент в готическом стиле, на который можно подняться, чтобы увидеть панораму города Эдинбурга. 300 ступеней, примерно 300. Это довольно высоко. В этот раз у меня не было времени и я не смогла подняться, но я обязательно это сделаю в следующий раз. Когда я буду в следующий раз в городе Эдинбург, я обязательно поднимусь на монумент Вальтеру Скотту. В центре монумента есть статуя Вальтера Скотта, который сидит в кресле и гладит свою собаку. Город Эдинбург расположен на семи холмах и я вместе с моими друзьями поднялась на один из холмов, на самый высокий холм и на самую высокую точку шотландской столицы. Я поднялась на трон Артура. Оттуда был прекрасный вид. Раньше здесь был вулкан, а сейчас наверху холма стоит небольшой монумент. Это самая высокая точка в Эдинбурге. Итак, я рассказала вам немного о моей поездке в город Эдинбург. А сейчас ответы на вопросы. Мне очень понравилось в городе Эдинбург и я обязательно туда приеду снова. Если вы никогда не были в Эдинбурге, я вам советую обязательно съездить в этот город. Это сказочный, очень красивый город. Он небольшой, но очень интересный. Там много историй, там прекрасные пейзажи, очень доброжелательные люди. И вы узнаете много интересного, как и я. Пока! 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 Пока!